Сегодня я хочу поговорить о такой деликатной теме, как потемнение подмышечных впадин. Почему это происходит? И постараться избавиться от этого состояния, от этого дефекта. Сейчас зима, и самое время об этом подумать, как говорится, и готовь сани летом. Прежде всего, есть такие две крайности в этом вопросе. Дело в том, что на самом деле эта кожа очень отличается от остальных участков нашей кожи, потому что она более тонкая и подвержена тому, что человек потеет. Так или иначе, какие-то агрессивные выделения пота могут изменить цвет кожи, а также то, что мы пытаемся избавиться от волосяного покрова, смотря какими средствами. И все это также может раздражать, иссушивать кожу в этом месте и изменять ее цвет. Поэтому то, что она имеет другой оттенок, это вполне приемлемо. Если мы хотим добиться такого эффекта, как у красавиц на глянцевых журналах, то в этом нам поможет, пожалуй, только фотошоп. И другая крайность, это то, что такое явление может быть вызвано заболеванием. В частности, гормональный сбой, который может быть от того, что от принятия противосачаточных таблеток, либо после родов наблюдаться. Или же есть предрасположенность к сахарному диабету, или это заболевание уже возникло. Поэтому хорошо бы провериться на этот счет. Но мы берем во внимание среднестатистического человека, у которого более-менее все в порядке. И мы хотим несколько улучшить ситуацию. Что же мы будем делать? Проанализируйте. Если это явление возникает после того, как вы приняли душ, то, возможно, вам не подходят средства для душа. Если это состояние возникает после того, как вы использовали ваш дезодорант, антиперспирант, то это очень частое явление, поскольку если вы не покупаете этот продукт с пометкой био, натуральный, то там могут содержаться вот такие агрессивные компоненты, как алкоголь, продукты нефтехимии, различные раздражающие синтетические компоненты, которые сами по себе могут изменять окраску кожи подмышечных впадин. Поэтому смотрим, есть ли в этом взаимосвязь. Также, что мы можем сделать? То есть поменяли мы гель, поменяли дезодорант для того, чтобы избавиться. Есть такие средства, которые советует нам народная медицина. Это перекись водорода в пропорции 1 к 1 с водой. Протирается таким составом несколько раз в день. Желательно смывать такой состав, потому что долго оставлять агрессивное вещество, как перекись, так же сама по себе может пересушивать. Но такие недолгие примочки для осветления, потому что мы знаем, что в состав обесцвечивающих красок тоже входит порой перекись водорода, который и позволяет получить обесцвечивающий эффект. Дальше, такое средство, как сода. Так же можно её использовать, растворив соду в стакане воды, треть чайной ложки протирать этим составом подмышечные впадины. Кстати, в такой осенне-зимний период можно постараться, попытаться заменить наш дезодорант на использование вот этого народного средства, которое само по себе борется с плотовыделением и неприятным запахом, а также позволит коже отдохнуть, потому что является более натуральным средством, чем какие бы то ни были дезодоранты-антиперспиранты. И также является своего рода даже лечебным средством, можно назвать. Так же такое средство, как эфирное масло лимона. Эфирное масло лимона является отбеливающим средством потрясающим. И для чего его только не используют. И кожу отбеливают на лице, и даже пятна на белье выводят этим средством. Поэтому такой рецепт, как в чайной ложке крема растворить две капельки эфирного масла лимона. И этим средством, которое является увлажнением, а выше мы говорили о том, что увлажнения для этой части тела не хватает, и тем более мы всё делаем для того, чтобы ещё больше её обезжирить. Так же такое средство является увлажнением, и поэтому может помочь увлажнить и осветлить эти участки. Если у вас есть другие рецепты, проверенные, интересные, действенные, пожалуйста, делитесь, всем будет очень интересно. А если вы считаете, что этот ролик был информативным, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал. Всем здоровья и красоты! Всем пока!